Ух... 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 Есть контакт! Эй, назад! Брут, спокойно, амиго, не волнуйся, мы будем в порядке... Ух-ух-ух-ух... Бруут? Пикси, а ты что тут делаешь? Ааа... не могу уснуть, боюсь грозы, можно я посплю с тобой? Грозы? Ааа, точно, конечно можно! Не волнуйся, это просто гроза, мы все будем в порядке. Бруут, а почему Тони постоянно играет с этими тяжелыми штуками? Он не играет, он тренируется. Эээ, что это значит? Он поднимает тяжести для того, чтобы стать больше и сильнее. Это работает? Да, более-менее. Ого, эти упражнения действительно работают! Конечно! Ух-ты... Нет, Пикси, это так не работает. Что? Я же ничего не сказала! Итак, осталось только добавить света. Ох, огненное дыхание это непросто. Почему бы нам просто не взять электрические свечки? Эй, Лола, побежим на перегонки? Серьезно? Конечно, как скажешь. Кто был первым в той остановке, тот и победил. Раз, два... Подожди, мне нужно подготовиться, скоро буду. Эээээ... Так... Ээээ... Круто. Окей, я готова. Ну, наконец-то. Эээ, почему... Так... Долго... Да ничего особенного. Нужно было надеть мои ноги для бега. Да, пожалуй, стоит признать! Я проиграла! Ну же, хоть один забег. Пикси, ты застряла. Нет, не застряла. Я сделала кокон, и скоро у меня вырастут крылья, как у бабочки. Ты должна знать, что это так не работает. Может быть, но попробовать стоит. Ну, наверное, достаточно. Брут, я всё же застряла. Да, я так и думал. Я уничтожу любого, кто будет предоставлять угрозу этому невинному дитю. Ура, вот мой защитник. Э! Что за... Ну да, конечно, я здесь имперский штурмовик. И почему я не удивлён? Ну уж нет, с меня хватит, я сваливаю. Вот чёрт, ворота закрыты. Похоже, время для моих кошачьих супер-ниндзя умений. Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Эх, просто как дважды три. Два. А, ну, вообще-то будет шесть. Ну, говорится, дважды... Да, не важно. Хорошо. Делай, как я. Только будь осторожен на лопате, она скользкая. Вау. Ага, у ниндз-собак самое лучшее умение. Оттолкнуть дверь супер-ниндзя не пробовали? Брут, смотри, что мои глаза могут, когда я свечу у них фонариком. Хе-хе, достаточно круто, правда? Ммм, очень круто. Хочешь увидеть ещё кое-что крутое, что они умеют? Да. Ок, тогда посиди на полке. Ок. Что теперь? Достаточно круто, правда? Очень круто. Разве это некрасиво? Да. Помнишь, как мы были там наверху? Эээ, наверху? На луне. Помнишь? Эээ, что ты имеешь в виду? Ну, знаешь, тот раз, когда мы полетели в космос и приземлились на луну. Эээ, что? Я уверен, что это был просто сон, Пикси. Сон? Нет, я уверена, всё было на самом деле. Хорошо. И как мы туда попали? Ты разве не помнишь? Мы оседуали гигантского летающего бурундука. Ооо. Да, вероятно, это был всего лишь сон. Да, вероятно. У бурундуков нет крыльев. Нет, у них нет крыльев. У меня есть крылья. Наконец-то. Остаётся только найти высокое место, прыгнуть и начать ими махать. Вообще-то, это так не работает. А с чего это ты вообще эксперт по полётам? Потому что я... Птица? Справедлива. Чем вы здесь занимаетесь? Эээ, ничем. Мы с Геральдом спорим, как научить меня летать. Эээ, ну в смысле ничем? Хммм, я конфискую твои крылья для твоей же безопасности. Ну вот. И да, Геральд, если оно пострадает, пока ты за ней присматриваешь, не только фикси своих крыльев лишатся. Почему я вообще с тобой тусуюсь? Да, расслабься. Он, возможно, просто пошутил. Возможно. А затем монструозный бурундук-мутант сожрал их заживо. Эээ, погоди-ка, а почему бурундук превратился в монстра? Эээм, радиоактивное облучение. Эээ, серьёзно? Да неважно. Страшные истории вообще-то сложно рассказывать. Совсем не сложно. Что ж, твоя очередь, мистер, напугай меня до смерти. Одну страшную историю позже. Заметённые снегом и жутко замёрзшие? Крики так никто и никогда не услышит. Страшная метель поглотила их всех. Конец. И всё? Да вообще ни капельки не страшно. Да и неправда, это так ведь? Футбол по пятницам. Сегодня медведи играют против... Команды Бобров. И сегодня... Можно было и обойтись без когти в моём черепе. Ха, ой, прости. Агент Брут, я кое-что нашла. Это упало с неба. Посмотрим. Это шпионская камера. Что это значит? Что люди за нами следят. Правда? Я агент Пикси, рада вас видеть. Агент Брут, скажи им привет. Не верю я этой большой страшной собаке рядом с Пикси. Согласен. Подожди, что он делает? Ой, он что, ей цветок подарил? Это очень мило с его стороны. Хм, я думаю, он не злой. Да, наверное, мы зря переживали. Думаешь, он нас видел? Ты идиотка! Брут, хочешь услышать страшную историю? Конечно! Хорошо! Однажды два человека шли через лес, когда внезапно они увидели привидение! А что было дальше? Конец! Тебе понравилось? Довольно жутко, да? Да, особенно та часть про привидения! Добро пожаловать в мой скромный домик! Домик? Да, домик! Как видишь, у меня не одно, а целых два окна! Оба на одной стене? Очень круто! И еще модные декорации, конечно! Да, реально вдыхает жизнь в это место! Еще у меня есть кровать с двумя матрасами! Мне кажется, твой хлеб... В смысле, твоя кровать может слегка заплесневеть! Ты могла использовать что-то менее съедобное... Так, чего ты ждешь? Заходи! Ух! Хех! Свежая тыква! Не откажусь! Оооо... Тыква съела Рэндала! Что? В смысле... Да! Я съела Рэндала! Я живая тыква! Нечто что-то ужасное! Ооо, нет! Ооо, да! Подойди поближе, котенок! И я тебя съем! Живая тыква! Живая тыква! Пссс! Глупая комок шерсти! Выплюнь его! Выплюнь сейчас же! Что за... Рэндалл! Ты в порядке? Да! Ты... Ты не побоялась быть съеденной тыквомонстром, чтобы спасти меня? Да, конечно! Эээ... Ммм... Вау! Спасибо, наверное! Нет проблем! Так поступают друзья! Правда, Брут? Точно! Аааа! Блин! Ты такой здоровый! Как тебе удается постоянно подкрадываться? Вскройся! Эээ... Уже ухожу! Привет, мистер всадник без головы! Я тут приметила, что ваша голова тыква начала портиться! Поэтому я сделала вам новую! Ну как? Вам нравится? почему вы просто может уже теперь это озвучить огненное дыхание это не просто я уничтожу любого кто будет ну уж нет с меня хватит меня я фу я сваливаю собачьи супер ниндзя няю посмотри теперь я бабочка вот вот Продолжение следует...